Здравствуйте, друзья! Доброго вам времени суток! Сегодня я хотел бы продолжить свою историю, которую я рассказывал в прошлый раз. Историю, как я путешествовал, ну не по Америке, как я был в Америке. Я там работал, наверное, лет пять или шесть, даже лет десять назад, когда я был студентом. Я ездил туда по программе Work and Travel. В первой части я уже рассказал, как я туда долетел на самолёте, как я устроился там и мои первые впечатления про эту страну. Сегодня я хотел бы вам рассказать про свою работу там. Ну что, начнём. Итак, я уже рассказывал, что первым делом я купил себе велосипед, чтобы там можно было передвигаться. Потому что если у тебя нет машины там, то пешком там ходить просто нереально, потому что расстояния там достаточно большие. Все, как бы, кафешки какие-то, все заведения, они расположены там вдоль дороги, вдоль шоссе. И, как бы, если ты хочешь быстро передвигаться, то тебе нужно или купить машину, или, получается, как бы, или велик, ну или ходить пешком. Но ходить пешком это совсем как-то не круто там считается. Итак, я первый день на моей работе. Меня устроили, когда я ещё был в своей стране, на работу в парке аттракционов. Но конкретно мои обязанности я не знал ещё тогда, что я должен буду делать. И, собственно, когда мы пришли на работу, а там был не только я один русскоговорящий, там было много ребят из России, из Украины. Вот, и, как бы, ну и были американцы, которые, как бы, коренные там, которые работали на этой работе. И, когда мы приехали, в общем-то, на великах в парк аттракционов, то к нам вышел менеджер, Макс его звали. Естественно, он говорил только на английском, вот, и он, как бы, ввёл нас в курс дела. Нам выдали такие форменные зелёные рубашки, такого цвета, ну, типа военного милитария. Вот, и, значит, нужно было, в общем-то, переоделись мы. И он ввёл нас в курс дела, то есть что, какие обязанности были. Первым делом, когда мы приходили на работу утром, нам нужно было отмечать время прихода. Там был такой специальный список, в который мы сами записывали время, в которое мы пришли. И, например, если ты опаздывал, то, конечно, это отмечалось в этом журнале. И, в конце концов, тебе могли что-то там высчитать из зарплаты, из опоздания, вот. Значит, ну, у нас был такой небольшой лайфхак. То есть, как бы, бывало такое, что мы там просыпали и что-нибудь такое. И тогда мы просто просили друзей, которые приходили раньше, они вписывали нас тоже, как бы, и время вписывали раньше. Ну, можно было, конечно, и попасть на этом деле, но нас как-то вроде проносило. Но это было редко достаточно. Ещё такой классный момент, который запомнился на работе, это то, что нам там давали в обед бесплатную пиццу. Но это было, к сожалению, только по пятницам. Куча коробок, это был типа как бонус от компании, ну, было прикольно. Вот. Итак, мы пришли первый день на работу, и менеджер у нас ввёл в курс дела. Дело в том, что сначала как бы он спросил, кто хочет, ну, куда пойти, на какие аттракционы. Естественно, мы ещё не знали, что, где, как. Там была куча разных аттракционов, и в первый раз он как бы распределил сам нас. Там были, в общем-то, обычные аттракционы, ну, в первый день я попал на аттракцион, который назывался... Я не помню, честно, но там был весь прикол, как у нас тоже. Там были надувные такие небольшие плюшки, я не помню, с моторчиками. И такой большой бассейн достаточно, и люди как бы платили деньги на кассе, брали билетик, приходили к тебе с билетиком. Ты должен был у них этот билетик взять, усадить людей на эту лодочку, пристегнуть их там, и смотреть по времени, сколько они там должны плавать. В общем-то, в общем-то, в этом и заключалась работа. Вот, и ты им должен был говорить там, например, всё ваше время, естественно, на английском. И они выходят, ты их отстёгиваешь, то есть как бы помогаешь им. Ну, конечно, ты должен следить за безопасностью, то есть как бы одновременно ты как бы являешься и спасателем, то есть смотреть, чтобы никто там не выпал в воду и так далее. И в первый же день моей работы, вот, меня поставили в бар с русскоговорящим парнем, значит, и мы ходили, работали. И был такой достаточно пасмурный день, и, по-моему, у нас только пару посетителей там было, в общем-то, было вообще почти нечего делать. И, значит, мы ходили, и тут я заметил на дне бассейна что-то такое плоское, как будто камень какой-то плоский, ну, короче, мне показалось, что это мобильный телефон там лежит. Ну, я сказал своему напарнику, смотри, говорю, по-моему, мобила на дне кто-то уронил, наверное, там. В общем-то, бассейн был достаточно глубокий, естественно, нырять тут никакого желания не было, но мы сгоняли к... К менеджеру взяли у него такую штуку специальную, чтобы листи вылавливать, вот, и с помощью этой штуки и такой-то матери выловили этот предмет из бассейна. Это оказался мобильный телефон, действительно, какой-то Samsung, типа раскладушки, вот, он был, конечно, мокрый весь, естественно, включать мы его не стали, вот, значит, менеджер нам сказал, что вряд ли кто-то его заберёт, Потому что телефон, ну, не новой модели, и, как бы, он говорит, что он уже поломанный, ну, типа, говорит, хотите забирать его себе. Ну, в общем-то, это уже другая история. Вкратце скажу, что тоже прикольно было. А мы его отнесли домой, положили на батарею, потом, через какое-то время он включился, и оказалось, что это телефон, в общем-то, одного из работников парка, который случайно его туда уронил. Это был такой огромный негр, короче, и начали лазить по этому телефону, ну, во-первых, когда мы ещё не знали, кто это, чтобы хотя бы по фоткам узнать. И, короче, я не знаю, вот американцы, наверное, часто так делают, но, блин, он там, короче, он там себя фоткал во всех ракурсах, и, типа, обнажённым, короче, и так далее. Вот, и потом просто было стыдно ему этот телефон отдавать, и мы так ему его не вернули, короче. Ну, в общем-то, такая история. Вот, значит, ещё там были аттракционы, самый козырный аттракцион, там назывался Vortex. Он был очень, ну, самый дорогой там. Я не помню, какие там были цены на то время. Ну, Vortex, это была такая трасса, трасса с подъёмами и как бы спусками. Там была вот такой вот восьмёркой трасса, и она состояла из асфальта, то есть нижней части, когда ты разгоняешься на машине. И как бы подъёмов и спусков, это когда ты едешь, ну, наверх, и вот эти вот конструкции подъёмные, они состояли из положенных вот так друг другу вплотную деревянных досок широких. И там уже было реально сложно, то есть там работало на этом аттракционе где-то человек восемь. Там уже был, так скажем, я не помню, как называлось, кажется, называлось что-то типа супервайзер. Это человек, который в основном это был американец. Он что-то типа между менеджером был и обычным рабочим. И вот он уже следил, чтобы все были пристёгнуты. А там было машинок, наверное, двенадцать картинки, да. И как бы все заходили туда, он всех пристёгивал, а это было достаточно серьёзное дело, потому что это было, в общем-то, опасно не пристегнуться там. Вот. И потом он заводил машинки, значит, там были такие бензиновые двигатели. А заводились они как бензопила, то есть ты дёргаешь ручку, такой тросик специальный, и машинка заводится. Вот. И значит, и тогда народ ехал. А остальные люди были расставлены по разным местам, потому что на вот этой деревянной трассе вываливались доски. Просто вот иногда машинка едет, доски вываливаются, потому что они были забиты там гвоздями. И от постоянной вибрации, в общем-то, они как выковыривались оттуда. Да было не сильно часто, конечно, такое было. И задача была следующая, то есть если вдруг вывалилась, не дай бог, доска, то ты должен был там, то есть как бы люди стояли по точкам по своим работникам. Ты должен был, во-первых, остановить движение, чтобы народ как бы не въехал туда, да, в эту доску. Во-вторых, пока один останавливает движение, а второй человек забивает эту доску, заколачивает просто. Но это было достаточно редко, всего, наверное, раз пять за целое лето. Но основной задачей было этих работников, которые стояли по точкам, это разворачивать людей. То есть человек на машинке, машинки не было заднего входа. И получается, если вдруг врезались друг в друга машинки, одну развернуло задом наперёд, то, во-первых, остальные машинки могут врезаться в неё, приехать и как-то травмировать человека, который там сидит. А во-вторых, как бы, ну человеку тоже надо как-то ехать, то есть его надо развернуть. И это, блин, было самое травматичное занятие разворачивать этих замечательных матиоамериканцев. Просто, во-первых, некоторые, блин, студии вообще не понимают, что происходит. Их разворачивают, они жмут тупо на газ, ты им кричишь, типа, стой, стой. В общем, ну на английском понятное дело, они вообще в другое место дома зажмут газ и пытаются на тебя как-то наехать. В общем, то же самое по тому же принципу. Два человека, один выбегает с флажками и специально заворачивает, чтобы не въезжали в машинку. Другие участники заезда, а другой в это время разворачивает, просто берёт машинку сам. Часто очень машинки другие наезжали и по ногам били. То есть, как бы, и в основном, конечно, успевали отскакивать. В общем, это был такой самый нелюбимый всеми аттракцион. Но мне он очень понравился и я сейчас расскажу почему. Дело в том, что так как трасса эта состояла из досок и когда машинки по ней ехали, они трусились, ну тряслись. То из карманов граждан Америки, так скажем, которые там катались, то есть, да, посетители, высыпалась всякая мелочь. Бывало, оттуда сыпались всякие гаджеты, то есть, как бы, и потом, когда, после, наверное, 5-6 заездов, я, когда там работал, я просто спускался вниз под трассу. Там, ну, какая-то дрова росла, там что-то такое, то есть, там никто не ходил никогда. Просто ходил, собирал мелочи, а у них такая ходовая очень монета, это четвертаки. Вот, и где-то, наверное, походив минут 10-15, можно было собрать, наверное, баксов 8-10. Это где-то заездов за 5-6. Я просто четвертаками вот этими набирал себе, в общем-то, денег на обед, на перекус какой-то. Там рядом была кафешка, которая называлась Wendy's. Это было что-то типа Макдональдса. Там тоже продавались гамбургеры, в общем-то, ну, я сильно на гамбургерах не сидел. Я покупал там салаты всякие, там был Цезарь салат, он что-то, по-моему, 3 доллара. Это для американских мерок, то есть, как будто вообще ничего практически. Вот, он мне очень нравился, я его, как каждый день практически ел. Таким образом, значит, я немножко зарабатывал себя чуть-чуть больше на обеды, на какие-то, да. А кроме того, наверное, несколько раз я там находил мобильные телефоны. Ну, я их возвращал, как бы, не то что владельцам, я их сдавал в администрацию, в основном шоу, потому что, во-первых, так, как бы, и совесть чистая, да, вроде бы. И иногда америкосы приходили, забирали мобилу и давали какое-то вознаграждение денежное. И так один раз, как бы, я вернул мобилу, и мне дали 50 баксов за это. Вот, значит, что ещё такого интересного? Да, прикольная, интересная фишка по поводу Макдональдсов американских, вообще системы питания. Дело в том, что, значит, у них там, люди практически себе не готовят, то есть, еда примерно в магазинах продаётся, там и картошка, и, ну, всё. Как и у нас, как бы, и стоят примерно столько же, ну, может быть, немножко дороже, ну, что на американские мерки, то есть, у них зарплаты большие, а продукты стоят, как у нас. По американским меркам, то есть, там продукты стоят очень дёшево. Ну, как бы, американцы, они не любят себе готовить, они очень ленивые в этом плане, и у них население, как бы, делится на две части. Одна часть населения, как бы, ест в ресторанах. Ну, да, то есть, ну, в ресторанах кушать дорого, там, то есть, там один обед, может, стоит тебе где-то баксов 60-70, вот, но для американца это нормально, в принципе. Или, значит, такая средняя часть населения, или бедная часть, да, она кушает в таких забегаловках, вот, типа, там, McDonald's, типа, Wendy's, вот. А, ну, Burger King'ов там тогда я не видел, вот, и, значит, в Макдональдсе, в общем-то, есть прикольная там фишка, то есть, у нас, как, если, например, покупаешь себе фанту, или колу, или спрайт, то ты купил, просто выпил, и всё, ну, и достаточно, да, ты не можешь попросить добавки себе. Там, как бы, в Америке, ты покупаешь не спрайт, не фанта, ты покупаешь стаканчик, и, получается, идёшь к специальному, там, автомату, и сам себе наливаешь, там, фанту, или пепси, или колу, вот, что хочешь. Мало того, что ты можешь, там, несколько раз себе налить, как бы, вот, то есть, фактически, ты платишь только за стакан, вот, жадность. Фрайера, конечно, погубит, и мы, реально, убивались просто этими спрайтами, фантами. Сейчас, конечно, я понимаю, что это очень вредно, кроме того, я, практически, каждый день там пил, а, Dr. Pepper, не такой напиток, ну, что-то, чем-то напоминает, ну, такая же газировка какая-то, да, там, типа с вишней, в общем, вкус прикольный. Так как там постоянная была жара, то пить очень хотелось, а обычной воды там, где-то, достать было достаточно сложно, питьевой. И мы покупали в автоматах, 50 центов стоил этот Dr. Pepper, а у нас куча четвертаков вечно было. Вот, и, значит, покупали этот Dr. Pepper, пили, и, в общем-то, где-то через месяц я заметил, что у меня, блин, отбилили зубы, зубы стали белее. То есть, шелтизна сошла. Но, блин, я вообще не рекомендую пить эту гадость, потому что она нехило так подрывает желудок. То есть, как бы, тогда я еще был студентом и мог реально есть гвозди, забивать все такой, да, вообще фигней какой-то, да, да. То сейчас я от этого очень страдаю, потому что это все, как бы, знаете, аукается, да, то есть, как бы, то, что ты наделал в юности, так скажем. Вот, значит, и, знаете, по поводу второй работы тоже хотел бы рассказать. Так, как я вложил достаточно много денег, по нашим меркам, чтобы поехать, в общем-то, на заработки туда, в Америку, мне нужно было эти деньги, даже не то, чтобы отбить, мне нужно было заработать что-то, чтобы я не зря поехал, конечно, туда. И, значит, я, мне нужно для этого было найти вторую работу. Так, как, я работал на первой работе официально, с зарплаты, с моей удерживали налоги, поэтому мне платили, в общем-то, еще меньше. Получалось, в районе 8 долларов за час, вот, в парке аттракционов, то, что я работал. Фактически, я там работал где-то с часу дня до 11 или до 12 вечера, вот, то есть, получалось где-то там часов, наверное, по 7, по 8. Кроме того, то есть, я прикинул, что если я буду работать только на одной работе, то я, фактически, только отобью денежку, которую я потратил, а, может быть, даже немножко и не отобью, потому, что надо было там что-то кушать, да, там платить за шилье и так далее. Ну, и погулять хотелось, конечно, тоже. Вот, и я начал усиленно искать себе вторую работу. Но, к сожалению, на то время у них в Америке начинался как раз кризис, и с работы было очень тяжело. И я просто, ну, во-первых, у меня не было тогда еще ID-карты, там специальные товарищи, карточки, ну, типа, временные, как же, ну, что ты можешь временно работать. Вот. Мне эту карту выдали, там, что только через месяц после того, как я приехал туда. Поэтому вторую работу я начал искать неофициально. В общем-то, я просто ехал на велике вдоль шоссе, ну, когда у меня были выходные, там, например. Вдоль трассы я ехал, и, получается, я заезжал, ну, там, на каждую заправку, на каждый какой-то магазинчик спрашивал. Мне нужны Рим-работники. Вот. Метод, конечно, был не сильно действенный, но мне просто повезло. То есть я уже в одну сторону прокатал, наверное, километров 10-15, ничего не найдя себе в плане работы. Я поехал в другую сторону, и вдруг мне захотелось попить, по-моему, что-то. Жарко очень было. Я заехал велосипед на велосипеде, и увидел случайно за углом небольшое кафе. И как раз выходил из двери хозяин этого кафе, но я тогда еще не знал, что он хозяин, ну, и он закрывал дверь. Я как бы у него спросил, ну, здравствуйте, говорю, там водичка, у вас можно купить? Он говорит, да, я уже закрываюсь, ну, в общем-то, продам тебе. В общем-то, сошли мы с ним, я взял лимонад какой-то, и мы разговаривались. Я говорю, может быть, у вас что-то по работе есть. Он, в общем-то, посмотрел на меня и говорит, вот у меня девочка работала из Казахстана. Она вот классно работала, и я, в общем-то, денежку платил каждый день. И, в общем-то, да, это было в прошлом году. И он говорит, то есть в этом году мне тоже, в общем-то, пригодился бы работник, потому что у них кафешка была, он сам готовил, он поваром был, то есть шеф-повар там. И, значит, у него там, в общем-то, вся родня работала. Он был не коренной американцем, коренной, конечно, так громко сказано, да. Он приехал, он был армянином, вот, и, в общем-то, приехал туда, женился на американке в молодости, ассимилировался там, то есть и дочку еще свою подтянул туда из Армении. И они там, как бы, все работали, ну, своей роднёй. И, получается, дочки там работали официантками, он, значит, работал шеф-поваром, то есть он, кстати, очень классно готовил. А жена его, в общем-то, ну, там какие-то тоже вопросы решала, я не помню. Жена, аж, пас, что с ней взять. Решают вопросы, заправляют, да, и так далее. Вот, и ему, как раз, нужен был посудомойщик. В общем-то, он говорит, ну, а сколько ты хочешь за свою работу? Сколько тебе платить в час? Я говорю, ну, я вот работаю, я не знаю, я говорю, работаю, значит, вечернюю смену, вот в парке аттракционов, в таком-то. Он говорит, о, я знаю этот парк аттракционов, сколько ты там получаешь за час? Ну, я прикинул, вот тогда получал, на тот момент, что там 7.50 за час, я говорю, я получаю 12. Он говорит, ну, 12 это многовато, я тебе 12 платить не смогу, конечно, ну, давай, типа, 10 баксов. Ну, думаю, классно. В общем-то, договорились с ним на 10 баксов в час. Это было как раз очень удобно. Работа была достаточно тоже тяжелая, потому что нужно было вставать в 8 часов утра, ну, точнее, нужно было приезжать туда к 8 утра, а вставать, соответственно, где-то в половину или где-то часов в 7, потому что ехать туда на велике, ну, 20 надо было. Вот, и получается, что я работал там на двух работах. На первой работе я мыл посуду, я вставал где-то в 7 утра, ехал вдоль автострады, как бы туда, а на 8 часов утра я приезжал где-то без 15, в 8, переодевался, значит, мыл посуду, утро начиналось как бы очень просто. Кстати, он еще бонусом сказал, я тебя буду кормить. Это было очень прикольно, потому что, во-первых, снимало с меня расходы на завтрак, во-вторых, он очень круто готовил, и я мог выбирать просто из меню, он мне готовил. То есть я приезжал где-то без 15, в 8, завтракал, в общем-то, и послезавтрака начинал мыть посуду. Утром там, в основном, не было никаких посетителей, и народ как бы начинал подтягиваться там где-то к пол-девятому, к девяти, по два, по три человека. То есть посуды было не сильно много. Но где-то к 12, когда народ просыпался, там раздуплялся, да, он приходило довольно-таки много людей, и я достаточно уставал сильно, потому что, во-первых, ты моешь все время посуду в теплой, горячей воде. У тебя просто через полтора, через два-три часа руки опухают, они увеличиваются в размере. А потом, когда ты помыл посуду, просто выходишь, на тебя начинают болеть, потому что опять кожа начинает сжиматься обратно. В общем, не очень приятная перспектива, но, тем не менее, работа была хорошей, потому что платили мне, в принципе, неплохо. Получалось, я работал там до 12.30, по-моему, или до часу, и ехал сразу с этой работы на следующую, на час 30, по-моему. Вот, значит, соответственно, я получал, то есть где-то 8, 9, 10, 11, 12 час, то есть я где-то 50 баксов получал на одной работе, и где-то 80, 90 на другой, то есть в среднем за день у меня получалось 130, 140, вот так вот. Значит, в общем-то, вот такие были работы, и, конечно, было тяжеловато, потому что, фактически, я работал с 8 утра, и где-то до 11 до 12 вечера, но было классно, потому что я, в общем-то, был еще тогда студентом, и энергии было много, и мы успевали, кроме работы, еще и немножечко погулять, потусить, вот, но это, наверное, уже тема для следующего видео, потому что уже и так достаточно долго мы тут нас записывали, всем спасибо за просмотр, я думаю, что я продолжу обязательно эти истории, потому что это, в принципе, достаточно интересная такая тема, я думаю, что я еще обязательно расскажу про американские гулянки, вот, у них есть такая тема вообще отдельная, они обожают устраивать хаус-пати, это такая гулянка, когда на частный дом приглашают всех, 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 и вот, как в американских фильмах, там такая тусовка, тика устраивается с кучей народу, музыка и так далее, вот, я расскажу еще, значит, как, как я там покупал себе ноутбук, вот, это тоже была интересная история, расскажу, как, значит, мы с парнями там покупали, тогда вышел новый айфон 3G, и мы тоже поехали, отправились на встречу с чуваком, они нашли дядьку, у которого мы покупали айфон 3G, тоже была интересная история, история, как мои знакомые друзья купили себе автомобиль за 500 долларов, вот, значит, ну и еще много-много интересного из того, что я вспомню про американцев, про их, как бы, уклад жизни, и про мое там пребывание, спасибо большое, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно почитать их, и, возможно, о чем-то еще хотели бы узнать поподробнее, вот, я постараюсь с удовольствием, буду отвечать, вот, спасибо большое, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok